Се, Крусия, Крусия, Гуаделупа Рада видеть тебя, такой счастливый, такой... Не знаю, я ещё никогда не видела тебя такой довольной. Да, Качито, я счастлива. Он просто прелесть во всём. Представляешь? Даже такая деталь, как цветы. Он мне их купил, когда мы выходили из ресторана. Конечно, их было намного больше, но часть растоптала тётя Луиза. Как это? Тётя Луиза рассердилась, потому что подумала, что это я взяла вазу и... Но, в общем, это не важно. Как это не важно? Эта женщина злоупотребляет своей властью Гуаделупы. Она не позволяет тебе повесить афиши, ругает за всё. А теперь ещё и растоптала твои цветы. Не понимаю, почему она так с тобой? Качито, ты не знаешь тётю Луизу. У неё такой характер. У каждого свой характер. Даже у тебя. Сколько раз ты злилась на меня? Не сравнивай. Я тебе никогда ничего не испортила. Но тётя Луиза очень строгая. И не только со мной. Со всеми в этом доме. Но знаешь, что, Качито, меня это не волнует. Что бы ни сделала тётя Луиза, это не испортит воспоминания о том, каким ласковым и каким внимательным был он со мной. Он из тех мужчин, которые не упускают ни одну деталь. Представляешь, он повёз меня обедать в мексиканский ресторан. Очень красивое место. Там, наверное, всё ужасно дорого. Честно говоря, всё это кажется невероятным. Представляешь, я щипала себя и говорила, ты что, это сон. А как он не хотел отпускать меня, Качито. Знаешь, после обеда он не повёз меня сюда. А куда же вы поехали? Он катал меня на машине. Мы кружили и кружили. Я никогда в жизни столько не каталась. А что он делал? Ничего. Вёл машину. Разговаривал со мной. Хотя на самом деле больше говорила я. Ты же знаешь, если я разболтаюсь, меня уже не остановить. А он нигде не останавливал машину и не пытался. Но ты понимаешь? Нет, о чём ты? Не проявлял он какую-либо вольность, не вышел за рамки приличия. Ну? Нет. Этот тип мог прощупывать, с какой стороны к тебе легче подвалить. Нет, Качито. Он был очень уважительным. Предупредительным. А как насчёт поцелуя? Ты говорила, что он смотрел на тебя так, как будто хотел поцеловать. Это был моментальный порыв. Но всё остальное было в рамках приличия Качито. Его привлекла моя душа. Дорогая, я бы на твоём месте была осторожной. Но, во-первых, ты в него так влюблена, что стоит ему до тебя дотронуться, и ты способна потерять голову и наломать дров. Нет. Во-вторых, мне такая быстрая перемена совсем не нравится. Забудь о кролике. Ему не нужна твоя душа. Он ищет другое. Ты всегда такая недоверчивая? Не недоверчивая. Просто я знаю тебя. И знаю, что если в настоящий момент он тебя об этом попросит, у тебя не хватит сил отказать. Боже мой! Даниэла! Даниэла! Пожалуйста, очнись! Даниэла! Даниэла, что с тобой? Даниэла, пожалуйста, очнись! Ради всего святого! Даниэла, ты не можешь вернуться такой домой? Прошу тебя! Очнись! Даниэла! Ну! Даниэла, боже мой! В чём дело? Даниэла! Посмотри на неё! Если я приведу её такой, её убьют! Кого убьют, так это тебя! Луиза за то, что ты напоила её дочь, а папа за то, что возвращаешься поздно и ходишь по таким местам. Боже мой, Титан! Титан, пожалуйста, помоги мне! Сейчас не до обвинений. Что нам с ней делать? Что ты будешь мне делать, потому что я её сюда не приводил. Я вас просто сопровождал. Даниэла, прошу тебя! Титан, пожалуйста, ну помоги же мне ради всего святого! Я не знаю, как Чена. Посмотри на неё. Она в полной отключке. Давай поищем, куда её положить. Пусть поспит, пока не протрезвеет. Поспит? Ты что, с ума сошёл? Нам нужно дать ей что-нибудь, чтобы она проснулась. Таблетку. Даниэла! Даниэла, очнись! Прошу тебя! Даниэла, проснись же! Даниэла, прошу тебя! Ты не можешь так со мной поступить! Ты так плохо чувствуешь себя, дорогая? Не понимаю. Может быть, ты отравилась? Но это странно, ты почти ничего не ела. К тому же, всё было очень вкусным. Послушай, Диана, я пока не врач, но если хочешь, проведу обследование. Рудольфа, я хочу лечь спать. Одна. С вашего позволения. Виолетта, подожди. Мама не звонила? Ты не знаешь, когда она придёт? Она пошла в госпиталь навестить синьору Антонио. Наверное, она ещё там. Видишь, дорогая, тебе не зачем беспокоиться? Мы можем спокойно уйти. Ну, прошу тебя. Рудольфа, как тебе ещё объяснить, что я плохо себя чувствую? Виолетта, приготовь мне, пожалуйста, ванну. Я хочу принять ванну, а потом лечь спать. Да, синьора? Проводи Рудольфа до двери. Он уже уходит. Ну, дорогая. Спасибо за прогулку. Но на сегодня достаточно. Желаю хорошо отдохнуть. Ладно, Виолетта, не надо меня провожать. Я знаю дорогу. Спокойной ночи. Пойду приготовлю ванну. Погладь моё красное платье, я ухожу. Разве вы неплохо себя чувствуете? Я уже вылечилась. Видишь, как быстро. И так же быстро мне нужно уйти до прихода мамы. Иди приготовь мне платье, а я тем временем приму душ. Боже мой. В этом доме все полоумные. Когда придёт синьора Луиза, здесь такое будет? Уже слишком поздно. Нам лучше уйти. А у меня есть предложение. Давайте перейдём туда. Что-нибудь выпьем, потанцуем. Ну. Да, Луиза, Карлес, почему бы вам действительно не потанцевать? Идём, Луиза, идём. Танцевать? Нет, нет, спасибо. Я уже не помню, что это такое. Меня не вдохновляют такие вещи. Мне не до этого. Я знаю, единственное, что тебя вдохновляет, это работа, капиталовложения. Полагаю, ты получаешь удовольствие, сводя баланс, чтобы увидеть, насколько возрос твой банковский счёт. И, пожалуйста, не смотри на меня так. Потому что это правда. Свои деньги, Серхио, я заработала своим трудом. Я не выиграла в лотерею, как ты. Пожалуйста, хватит спорить. Дорогая, тебе правда не хочется пойти туда, но если не потанцевать, то выпить, поговорить. Если хотите, идите, а я пойду домой. Нет, дорогая, ты же знаешь, что без тебя я никуда не пойду. Простите, но знаете, в чём дело? Луиза не может долгое время находиться вне дома. Сейчас, когда она придёт, начнёт допрашивать домашних, чтобы узнать всё до мельчайших деталей, что произошло в её отсутствии. Но я уверен, что когда мы вернёмся, ничего не произойдёт. Все уже спят. Конечно, спят. Какой подарок по случаю дня рождения в моей комнате. в моей комнате. Спокойно, детка. У нас с тобой будет прекрасное завершение праздника. Сожалею, но на её счёт ты заблуждаешься. В чём дело, Титан? Я считал, что ты с магией. Или ты решил поиграть с обеими? Нет, старик. Всё дело в том, что эта девочка под моей опекой. Понятно? Что происходит? Ничего, детка. просто каждый развлекается как может. Лучше отвези Даниэлу домой. Ты что, не видишь, что с ней? А ты не видишь, что здесь все пьяны? Нужно вытащить её отсюда, даже если придётся нести. Уверен? Мать уже её ищет. Чем дольше тянуть, тем хуже. Где дети? Добрый вечер, сеньор Луиза. Будете ужинать? Эдель Мира приготовила меланезы, но если хотите, я подам что-нибудь другое. Нет, Сера, мы поужинали. Да, и очень плотно. Придётся выпить лекарства, иначе меня всю ночь будет мучить изжога. А как адвокат-энфанта, сеньора? Сейчас немного лучше. Сеньора Луиза, хочу вам сообщить, что эта девушка, приблуда, принимала гостей, мулатку. Мне совсем не понравился вид этой подружки. К тому же я услышала такое, что меня парализовало. Они говорили о жабе. Я уверена, что речь идёт о колдовстве. У тебя очень симпатичная подруга. Правда? Я очень её люблю. Она ушла поздно. Нужно было пригласить её остаться на ужин. Я не лишилась, Игольмира. Лишняя тарелка ничего не значит. Я всегда готовлю достаточной еды. В следующий раз пригласи её к столу. Спасибо. Сегодня ты немного рассеянная. Я? Простите, Адельмира. Это и верно. Я думаю о другом. Когда девушка становится рассеянной, значит, она влюбилась. Я... Дай, Адельмира. Скорее всего, я влюблена. Вот видишь, нас, стариков, трудно провести. От меня такие вещи не ускользнут. Не сочти за бестактность, но можно узнать, кто этот счастливец. Знаете... Синьоры не будут ужинать. Они уже вернулись? Пойду узнаю, как синьор Антонио. Спасибо. Ишь ты. Она уже считает себя членом семьи. Так и есть, Сира. И перестань к ней цепляться. Наступит день, когда ей это надоест, и она поставит тебя на место. Меня. Меня? Пусть попробует, я ей покажу. Будь осторожна. Как бы ни показали тебе. Она никто. Меня поддерживает синьора Луиза. Она хочет вышвырнуть ее на улицу, туда, откуда она пришла. Знаешь, Сира, это не твое дело. И она вышвырнет ее отсюда, как только появится малейший повод. Она под наблюдением. И скоро попадется. Антонио. Тетя Луиза! Я вас испугала? Не обращайся со мной так фамильярно. Неужели ты не понимаешь, что это выглядит фальшиво, неестественно? Почему, тетя? Я этого не чувствую. Я искрена. Ты ничего не можешь к нам чувствовать, Гвадалупа. Мы всего неделю назад познакомились. Но вы моя семья, тетя. Между нами дальнее родство. Даже если и так, вы единственное, что у меня есть. Я знаю, вам трудно меня принять. Я вам не ровня. У меня нет воспитания. Я допускаю ошибки, которых вы стыдитесь. Но уверяю вас, тетя, я буду стараться, чтобы всему научиться. И знаете что, тетя? Я стану изысканной синьоритой, как и моей кузины. Ты не можешь сравнивать себя с моими дочерьми. Я знаю, конечно, нет. Но со временем мне удастся стать такой, как они. И может, тогда вы станете гордиться мной. Клянусь, однажды я стану настоящей Самбрано. Одной из Самбрано. Тетя, вы не представляете, как я хочу стать достойной этой фамилии. Поэтому я стараюсь слушать вас, тетя. Ни в чем вам не перечить. Гвадалупа, честно говоря, мне трудно понять, что есть такие, как ты. Я думала, что все имеет предел, даже терпимость. Но на тебя это не распространяется, верно? Тетя, я не понимаю, что вы хотите сказать. Гвадалупе, что ты действительно думаешь обо мне? Что я могу думать? Что вы моя тетя, которая пытается сделать из меня Самбрано. Вы сами сказали мне об этом, когда я пришла в этот дом. Помните? Ты совсем не обижена на меня за все то, что произошло? Я тебя ругала. Разумеется, не без основания. Но другая на твоем месте обиделась бы и ушла отсюда. Нет, тетя. Это мой дом, моя семья. И я ни за что на свете не соглашусь уйти отсюда. Да? Я это понимаю. Конечно, тетя. Я понимаю, что вы должны быть строгой со мной. Как и со своими детьми. Вы... Вы поступаете как настоящая мать. Вот бы однажды вы увидели во мне одну из своих дочерей. Вот бы полюбили меня. И не важно, что вы будете ругать меня, как их. Как и со своими дочерей. 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 Тетя Агидита считает тебя монстром. Воплощением самого дьявола. Вчера она даже спросила, могу ли я сделать заклинание. Наверное, я насмотрелась в фильмах. Ты кого-то ждёшь? Нет, наверное, это твоя тётя Агидита решила проверить, не прячу ли я здесь женщину. Диана. Привет. Я тебе сказал, чтобы ты не приезжала. Решила преподнести тебе сюрприз, дорогой. Ты не пригласишь меня войти? Ну ладно, проходи. Прости, я не знала, что ты занят. Нет-нет, не беспокойся, я уже ухожу. Хуан Пабло, сын хозяйки дома. Приятно познакомиться. Диана Мальдонадо. Ладно, увидимся потом. Альфредо, до свидания. Синьорита. До свидания. Мне жаль. Ты прекрасно знаешь, мне не нравится, когда ты приезжаешь без звонка. Мне нужно было увидеть тебя. Нужно было быть с тобой. А мне нет. Но, Альфредо... Всё, хватит. Я тебе тысячу раз говорил, что ненавижу такие сюрпризы. Хорошо. Тогда кричи на меня. Бей, издевайся. Я всё вынесу, только не твою холодность. Твоё безразличие. Диана, ради Бога. Хорошо. Ладно. Так ты мне скажешь, кто этот мужчина, который вскружил тебе голову? Надеюсь, это не тот, о ком я думаю. Эдельмиро, не ругайте меня. Знаете, сегодня был прекрасный день. Полный событий и неожиданностей. Да. Ты была очень занята. Сначала сама уходила, потом принимала свою подругу. Есть и ещё кое-что. Я также довольна, потому что смогла поговорить с тётей. Правда? И о чём вы говорили? Обо мне. О том, как я себя чувствую в семье. И знаете, Эдельмиро, впервые тётя Луиза была более человечной, лучше понимала то, что я говорила. Дай Бог. Я знаю, у неё трудный характер, но в глубине души она такой же человек, как вы и я. С надеждами, слабостями, страхами. Синьора Луиза со страхами. Она не знает этого слова. Уверяю вас, что да, Эдельмиро. Когда я вошла, она была другой. Как будто испуганной. Думаю, она опасается за жизнь синьору Антонио. Его очень любят в этом доме. И все переживают, что ему плохо. Я хочу ещё пиво. Пусть вечеринка продолжается. Я хочу ещё пиво. Замолчи ради всего святого. Не кричи. Ну, поднимай же её. Нам нужно дойти до её комнаты. Это ты виновата, Чена. В чём моя вина? Ну, быстрее же, Господи, кто-нибудь услышит. Быстрее, нам надо поднять её в комнату. Перестань, Чена. Что здесь происходит? Дело в том, синьора Эдельмиро, что Даниэля немного не здоровится. Не здоровится? Даже здесь слышен запах алкоголя. Боже мой, да она просто пьяная. Даниэла? Даниэла, ты себя плохо чувствуешь? Боже мой, она пьяна. Что будет, если узнает синьора Луиза? Титон, пойдём ко мне. Даниэла, пожалуйста, давай, поднимайся. Оставь меня. Что будем делать? Нам нужно отнести её к ней в комнату. Синьора Луиза её убьёт. Тётя Луиза не должна узнать, что Даниэла пришла такой. Ну, помогите же мне. Она такая тяжёлая. Титон, шевелись, да помоги же нам. Нет, нет, на меня не рассчитывайте. Это женские дела. Я подожду тебя в машине. И поторопись, потому что, если об этом узнает папа, нам всем попадёт. Ну, девочки, как это случилось? Где же вы были? Мы занимались. Занимались. Дело в том, что Даниэла решила выпить. А когда я заметила, было уже поздно. Да как же такое могло случиться, если эта девочка никогда не пила? Ты всё обманываешь. Я уверена, ты была подстрекательницей. Нет, нет, клянусь. Я не имею к этому никакого отношения. Не надо, не надо спорить. Главное, уложить её спать. Пока не увидела тётя Луиза, пожалуйста, помогите же нам. Да замолчи ты, хватит. Поднимайся, пойдём. Если об этом узнает синьора Луиза, Господи. Помоги нам. Разумеется, Альфредо нужна Божья помощь. Но Бог ничего не сможет для него сделать, пока он сам не поймёт, что поступает плохо. Пока не придёт к Господу со смирением и почтением. Но, Хуан Пабло, он ни в чём не виноват. Виновата эта женщина. Какая женщина? Морякуза. Ты знаешь. Ты был у него, когда она приехала. Морякуза. Неужели ты подсматривала, как тётя Агидита? Ни за кем я не подсматривала. Просто мне не спалось. Я стояла у окна и смотрела, когда подъехала машина. Это была она. Та самая женщина, которая вечно гоняется за ним, приходит в его комнату. бесстыжая. Морякуза, ради Бога, что ты об этом знаешь? Это так. Она богатая, вся из себя синьорита. Знаешь, что, Морякуза, будь осторожной, когда говоришь о других людях. Я говорю чистую правду. К тому же я её знаю. Однажды я встретила её в саду, и она заговорила со мной. Стала спрашивать об Альфредо, а разумеется, я ей ничего не сказала. Но она настаивала. Сказала, что её зовут Диана. И что она дочь Луизы Самбрано. Теперь я понимаю, почему Альфредо и с кожем он лезет, чтобы угодить этой семье. Синьора его контролирует, постоянно звонит по телефону, преследует. Не оставляет его в покое. А всё потому, что он ей нужен для её дочери. Мне кажется, слишком поздно. Твоя мать беспокоится, так что лучше тебе вернуться домой. Чтобы я ушла. Ты так просто говоришь мне об этом. А как ты хочешь, чтобы я сказал? Может, ты хочешь, чтобы я вышвырнул тебя из этого дома? Альфредо, пожалуйста, не обращайся со мной так. Диана, хватит. Что с нами происходит, дорогой? Со мной ничего. Тогда почему ты так со мной говоришь? Почему так безразличен ко мне? Ты такой холодный, такой отстранённый, как будто я тебя совсем не интересую. Ну же. Давай откроем шампанское и отпразднуем. Мне нечего праздновать. Любовь моя. Я не твоя любовь. Оставим этот фарс, пожалуйста. Тебе не кажется, что ты слишком много пьёшь? Ты ревнуешь, верно? Я ревнуюсь. Что за глупость? Ты ревнуешь к Родольфу, потому что я была с ним. Ты можешь выйти за Родольфа замуж, когда тебе захочется. Меня это не интересует. Ложь. Хотя ты и отрицаешь, но ты ревнуешь. Поэтому ты смеялся надо мной, когда я сказал, что встречаюсь с Родольфом. Именно поэтому ты хотел унизить меня, променяв на ничтожную гаваделупе. Знаешь что? Возможно, гаваделупа не так ничтожна, как ты считаешь. Почему ты так со мной? Зачем ты это делаешь? Я хочу, чтобы ты ушла домой. Нет. Я не уйду, пока ты меня не поцелуешь. Я хочу, чтобы ты меня любил, чтобы довёл меня до изнеможения. Диана, ты должна вернуться домой. Своим поведением ты провоцируешь мать. И для этого используешь меня. Это неправда. Альфредо, я люблю тебя. И сделаю всё, чтобы быть с тобой. Я даже могу схлестнуться с мамой. Альфредо, если ты хочешь, я... Я ничего не хочу, Диана. И не вздумай встать между Луизой и мной. Потому что я тебе этого не позволю. Предупреждаю. Синьора. В чём дело, Сира? Я думала, что все уже спят. Да, я была в моей комнате, но не могла уснуть. Всё думала. Если не можешь уснуть, вы пили карства. Но не докучай мне в такое время. Я не могу спать из-за ваших дочерей, синьора. Из-за моих дочерей? А что с ними? Я хочу, чтобы вы знали. Вы можете во мне не сомневаться. Я вам верна. В этом доме я... Ваши глаза и ваши уши. Ваш страж. Хватит ходить кругами. Говори, что ты знаешь. Синьорит, нет дома. В такое время они где-то ходят. Я разрешила Диане встретиться с женихом. Она ушла с моего разрешения. Вот как. А Даниэла? Ведь её тоже нет дома. Ты уверена, Сира? Если не верите, проверьте сами. Даниэла? Даниэла? Я хочу поговорить с тобой, Даниэла. Даниэла? Синьора. Ты сказала, что Даниэлы нет. И посмотри, она спит глубоким сном. Я подумала, что... Дура. Простите, синьора. Клянусь, я думала... Кто позволил тебе думать, не вежа? Интриганка. Синьора Луиза. Прочь с глаз моих. Убирайся отсюда, или я... Леплю тебе за трещину. Да, синьора. Спокойной ночи. Приятного сна. Ужасно, когда тебя окружают одни идиоты. Ужасно, имбесилиз. 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 Девушки отдыхают. Я больше не могу ее держать, она падает. Я умираю. Мне так плохо. Мне плохо. Меня мутит. Даниэла, тебе станет лучше, поспи. Даниэла, закрой рот. Ей нужно что-то дать? Чтобы ее не тошнило. Не знаю, делай, что считаешь нужным, а мне нужно идти. Позаботься о ней, ладно? Но Даниэле еще плохо. Пойми, если я сейчас не вернусь домой, меня убьют. Спокойно, спокойно, Даниэла. Послушай, делай с ней все, что хочешь. А мне нужно идти домой. Я представляю, что меня там ждет. Ладно, только скажи, Дальмири, чтобы она пришла и дала ей что-нибудь, чтобы ей полегчало. Хорошо, пока. Спокойно, Кузина, спокойно. Ты уже в своей постели. Ни о чем не беспокойся. Я здесь, и я тебе помогу. Дорогая, я только что принял горячий душ. Это очень успокаивает. Ты должна сделать то же самое. Так ты скорее уснешь. Да, я приму ванну и сразу лягу спать. Мои нервы на пределе. Если хочешь, я наполню ванну, добавлю успокаивающей соли, или ты предпочитаешь, чтобы я сделал тебе массаж. Как тебе нравится? Мне не до массажа, Карлос. Я хочу спать, вот и все. Хорошо, дорогая, хорошо. Эта книга по филателлию очень интересная. Карлос, я тебе сказала, что хочу спать. Ты что, собираешься допоздна играть со своими марками? Тебе мешают даже мои марки, Луиза. В этом доме со мной никто не считается. Не уважают даже мой сон. Может сказать такое, что нас скомпрометирует? Нет, нет, нет. Это единственное, чего мне не хватает. Чтобы он в бессознательном состоянии рассказал о нас. О том, что между нами было. Это единственное. УвидWhat.